Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Сломала руку, выходя из торгового центра. Кто должен следить за чистотой своей территории? Какое наказание может грозить за халатность? Подснежники зимой. Что делать с автомобилями, похороненными под сугробами? Где в Рязани покататься на коньках? Рейд по муниципальным каткам. Две машины и пять пострадавших. Подробности аварии на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии. Пенсионерка сломала руку, выходя из торгового центра. Ее сын попытался поговорить с представителями администрации, но их на месте не оказалось. И после письменного заявления они ответа не получили. Тогда сын решил придать дело огласке. С пострадавшей пообщалась Мария Рудая. Шел, пал, очнулся Гипс. К сожалению, таковы реалии этой зимы. Весь город как будто проходит квест-игру. Дойди до места назначения и ничего себе не сломай. Для 71-летней Рязанки обычный поход в МФЦ, который находится в торговом центре Аркада, завершился переломом руки. Нам нужно сдать срочно документы. Мы по лестнице прошли, и сын говорит, мам, стой. Он меня вел за руки, короче, очень скользко было. И я только два шага. Он пошел, думаю, я сейчас попробую. И я сразу падаю на спину. И он увидел, быстренько меня поднял, но я уже чувствую, что у меня с рукой плохо. Помимо руки Валентина Павловна сильно ударилась головой. Говорит, хорошо, что рядом был сын Владимир, который сразу обратился за помощью к охранникам. По словам Владимира, на просьбу дать номер телефона администрациям ему отказали. С утра приехал, тоже никого не было. Потом приехал в понедельник. И пытался застать у них недалеко, здесь вот отдельный офис администрации. Я туда зашел, попросил пригласить охранника администрации. Мне отказали, говорит, никого на месте нет. Оставил номер телефона. Объяснил опять же ситуацию, что вот мама упала, сломала руку. Владимир уверяет, сначала хотели, чтобы просто извинились. Но после такого отношения это делом так оставлять не хотят. Мы с мамой составили обращение в органы следственного комитета. То есть я считаю, что в данном случае оказываются услуги, не отвечающие требованиям безопасности. То есть услуги здесь по сдаче в аренду. Посетители подвергаются опасности. К нашему приезду на территории торгового центра «Аркада» уже посыпали реагентами. Дорожки были почищены. Вообще правила строго регламентируют, кто и где должен убирать территорию. Здесь ответственность несут собственники. В соответствии с правилом благоустройства, собственник обязан убирать территорию, которая он имеет в собственности, от снега, наледи, в зимний период. Нарушения есть. На сегодняшний день составлено 22 протокола, выдано 476 уведомлений и проводится 5 внеплановых проверок в отношении правляющей компании. Нарушителям грозит штраф, размер которого варьируется в зависимости от того, кто нарушил правила. Например, для физического лица он не превысит 5000 рублей. Для должностного составит порядка 30 тысяч. А вот юридическое лицо, которое ненадлежащим образом убирает снег и налить на свои территории, заплатит 200 тысяч рублей. Мария Руда и Сергей Данилин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К весне распускаются не только цветы, но и так называемые подснежники – автомобили, которые похоронены под слоем снега. Что стало с их прежними хозяевами – неизвестно. Однако теперь машины просто стоят мертвым грузом во дворе и мешают проезду. И такие есть практически в каждом дворе. Как правило, это старые автомобили, которым не нашлось места в гараже. Поэтому хранить их люди предпочитают прямо во дворе. Ни денег, ни документов для этого не нужно. А дискомфорт окружающих водителей предпочитают не замечать. Не мешать, потому что и так сложная обстановка с парковкой. Ясное дело. Особенно старый фонд, если дома. Там вообще сложно сейчас. Администрация поясняет, что подснежники делятся на два типа. К первому относятся те автомобили, которые не на ходу. Например, у них нет колес, дворников, регистрационных номеров, лобового стекла, разбиты фары и многое другое. То есть это машины, которые не могут прямо сейчас поехать по дорогам города. На них управа есть. Территориальное управление префектуры районов размещает на этом кузове предписание о необходимости добровольного демонтажа данного кузова. Срок действия предписания 14 дней. Если за это время владелец не объявляется и как-то себя не обозначает, то подготавливается заявка в наше муниципальное казенное учреждение техобеспечения, которое осуществляет вывоз этого кузова на площадку спецхранения. Однако большая часть машин являются просто брошенными. Люди оставляют их как во дворах, так и на обочинах, иногда даже на платных парковках. Бросают автомобили осенью, а вспоминают о них лишь весной. На таких управы практически нет. ГИБДДами занимаются только если нарушены правила парковки. На пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними. На пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу. А также в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигнал светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение других транспортных средств. То есть сейчас получается, что проблемы есть, а законодательной базы для ее решения нет. Как и самого понятия брошенный автомобиль. 23 января пройдут публичные слушания нового проекта правил благоустройства города, который попробует прояснить ситуацию. Требуется постановление отдельное, основанное и на федеральных законах, и на региональных, потому что правила благоустройства и вот эти вот статьи, то есть это статья 6.3 областного закона о административных правонарушениях. То есть здесь задействованы нормы и федеральные, и региональные. А пока депутаты городской думы предлагают вести понятие «чистый четверг». День, когда люди осознанно будут убирать с обочины свои автомобили. Это позволит качественнее очищать город от снега. Было бы очень удобно, на самом деле, потому что многие, даже платные парковки, они не всегда достойны, очищены. Да, было бы удобно. Если бы вообще, в принципе, это было бы, например, в четные дни, там машины не ставятся какие-то нечетные, и, соответственно, служебные эти, городские службы бы подстраивались и убирали бы. Я так думаю, что город был бы вообще просто бы чистый. Чтобы ускорить появление «чистого четверга» на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры, предложили создать межведомственный штаб, куда войдут представители ГИБДД, городских префектур, службы эвакуации автомобильной техники и средств массовой информации. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Мэрия пообещала очистить городские катки от снега. Об этом сообщили на странице губернатора Николая Любимова в социальных сетях. Такое обещание глава региона опубликовал после жалоб Рязанки на том, что катки на Лыбецком бульваре и площади Победы не убирают. Наша съемочная группа выяснила, как выполняются указания администрации. Первой точкой рейда стал бесплатный каток в лесопарке. Здесь наша съемочная группа застала дворника в процессе уборки. Как часто опирается? Каждое утро. Почему каждое утро? Почему так часто? Чтобы людям приятно было кататься. Александр рассказал, что ежедневная уборка у него занимает по 2-3 часа. Мужчина также отметил, что сам приступает к работе пораньше, чтобы люди как можно скорее могли выйти на лед. Сотрудники лесопарка рассказали, что раньше лед здесь и правда был в, мягко говоря, удовлетворительном состоянии. Потом за ним стали куда лучше ухаживать, и теперь он выглядит подобающе. Этот каток находится в ведении нашего учреждения муниципального. И мы совместно с дирекцией благоустройства города его регулярно и подзаливаем, и убираем. Потому что это в наших интересах сделать действительно отдых рязанцев доступным и комфортным. Следующий городской каток, к которому направилась наша съемочная группа, находился на площади Победы. Как раз на него жаловались рязанцы, мол, каток не чистят от снега. Хотя находится он в центре города и пользуется большой популярностью. Сам каток на площади Победы в хорошем состоянии. От снега он убран. Вот только ледовое покрытие оставляет желать лучшего. Неровности покрытия сложно увидеть через объектив видеокамеры. Однако любой рязанец заметит их сразу же. Стоит ему выйти на лед. Да к тому же, если от снега саму ледовую арену убрали, то трибуны так и остались нечищенными. Возможно, это в скором времени исправят. Второй каток, на который жаловались рязанцы, находится на Лыбецком бульваре. Здесь наша съемочная группа тоже застала процесс уборки. Но рабочие никаких комментариев не дали. Неизвестно, чистили каток так постоянно или только в день сегодняшний. Напомним, мэрия дала задание благоустройству города привести катки в надлежащее состояние в срок до 1 февраля. Остается только надеяться на то, что чистые ледовые арены станут для Рязани нормой повседневной. А не только в те дни, когда отдается соответствующее распоряжение. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город. За две недели до отключения аналогового вещания в Рязанской области будет усилен контроль за ценами на пользовательское оборудование и телевизоры для перехода на цифровое вещание. Продолжится оно и неделю после. По сообщениям УФАС, мониторинг уже начался. Ведомство проводит проверку крупных федеральных сетей и следит за наличием приставок в магазинах и на складах. 11 февраля 2019 года на все территории региона произойдет отключение аналогового эфирного телевидения федеральных каналов. Их заменит телевидение высокой четкости. Стоит отметить, что переход на цифровое вещание коснется только эфирных аналоговых каналов. Зрители кабельных каналов эту перемену не почувствуют. Телеканал «Город» будет вещать на той же частоте. Владельцам старых телевизоров для приема эфирного цифрового телевизионного сигнала нужно просто докупить специальную приставку либо комплект спутникового оборудования. В связи с этим россияне льготных категорий с 1 сентября 2018 года смогут получить компенсацию за приобретение и установку оборудования для приема цифрового, эфирного или спутникового телевидения. Такая услуга доступна для следующих льготных категорий. Ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, а также вдовы, вдовцы, участников и члены семей погибших. Неработающие одинокие пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям. Пенсионеры, проживающие в семьях, состоящие из неработающих пенсионеров, один из которых, либо оба, не относятся к льготным категориям. Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, получающие государственную социальную помощь, не имеющую трудоспособных членов семьи. Услуга будет предоставляться до 30 июня 2019 года. Елена Петрова покинула пост главного врача Рязанского областного перинатального центра. По информации СМИ, срок ее контракта истек и продлен не был. Сообщается, что 21 января Елена Петрова тепло попрощалась с коллективом и пожелала коллегам дальнейшей плодотворной работы. Напомним, Елена Петрова – кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья» и «Акушерство и гинекология». Она возглавляла областной перинатальный центр с самого его открытия в 2011 году. Помогают оформлять документы бесплатно. Теперь обращаться к частникам и платить им за эти услуги нет необходимости. В межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД работают специальные окна, в которых можно получить консультацию. Такая система появилась недавно. Как она работает, узнала наша съемочная группа. Роман приехал в МРЭУ, чтобы зарегистрировать автомобиль. Купил Ниву с пробегом, но в хорошем состоянии, что все документы теперь помогают оформить бесплатно, не знал. Раньше заполняли в машинах, а сейчас можно спокойно подойти и в МРЭУ сделать заявление бесплатно. Удобно, очень удобно. Не заходить ни в машину, ничего, подошел сразу в МРЭУ, сделал заявление и пошел стоять в машину на учет. Некоторые автолюбители идут по старинке к посредникам, помогающим в составлении документов для ГИБДД. Их услуги обходятся в сумму от 200 рублей. Вы сейчас платили за оформление документов, а в МРЭУ можно это сделать бесплатно, вы знали? В МРЭУ для тех, кому нужна консультация, работают два окна в операционном зале. Услуга бесплатная. Для того, чтобы получить консультацию, не нужно даже брать талон электронной очереди. Данная услуга позволяет избежать ошибок, вероятных при самостоятельном заполнении заявления, а также значительно экономит время гражданина. Также госавтоинспекция отмечает, что в случае оформления заявления с использованием единого портала государственных услуг, заявитель вправе предоставить транспортное средство для осмотра до процедуры проверки документов. Заявление при этом он распечатывает самостоятельно. Александр продал несколько лет назад мотоцикл. Снять его с учета не успел, поэтому пришлось платить транспортный налог. В МРЭУ помогли составить заявление, чтобы избавить бывшего владельца от ненужных выплат. Очень удобно. Давно здесь не было. Зашел первый раз в это здание. Очень даже все хорошо и прилично. Также в МРЭУ теперь можно оплатить госпошлину банковской картой или наличными. Скидка 30% на получение или замену водительского удостоверения, регистрацию транспортного средства предоставляется пользователям единого портала госуслуг. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В ДТП на пересечении улиц Новоселов и Советской армии пострадало 5 человек. Авария произошла сегодня, 22 января, в 9 часов утра. По предварительным данным, столкнулись «Шевролет Авео» под управлением 26-летнего рязанца и ВАЗ-2115, за рулем которого находился 48-летний водитель. В результате столкновения пострадали оба водителя, а также пассажиры отечественного автомобиля. В настоящий момент движение восстановлено и нормализовано. Забил свою сожительницу. Срок с отбыванием в колонии строгого режима получил злоупотреблявший алкоголем 56-летний житель города Рязань. Очередное распитие алкогольных напитков закончилось ссорой, которая привела к трагическим последствиям. Дина Исляева продолжит. А не отмечали день города или просто распивали спиртные напитки, остается только гадать. 2 августа 2018 года 56-летний мужчина с сожительницей отдыхал в своей квартире. Во время застолья возникла ссора. Мужчина, чтобы доказать, что прав, несколько раз ударил женщину по голове. Дальше как развивались события? Все, он успокоился сразу, он сел сюда в кресло, насупился, сидел. Я все, успокоился, все. А я говорю, он выпил 100 грамм и ложился спать. Ну, все. Скандал у вас, Саратов. Женщина упала, но поскольку выпили они уже достаточно, подозреваемый не придал этому значения. Лег спать, на следующий день утром проснулся и увидел, что его сожительница не подает признаков жизни. В связи с чем он вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Прибывшие на место представители экстренных служб выяснили, что смерть женщины имеет явный криминальный характер. Подозреваемого задержали на месте преступления. Ему было предъявлено обвинение по статье «Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью». В декабре состоялся суд. Направим в суд в Резорожный район города Рязани, где был вынесен приговор, а именно было назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Команда ОМВД России по Рязанской области одержала победу на лыжных гонках Спартакеады Рязанской областной организации «Динамо». Проходила она среди силовых структур и ведомств. Приготовиться! Спорт! Восемь спортивных коллективов и более 40 спортсменов. Мужчинам предстояло преодолеть дистанцию в 5 километров, женщинам – в 3. Соревнования по лыжным гонкам послужили открытием Спартакеады Рязанской областной организации «Динамо» по физкультурно-массовым и служебно-прикладным видам спорта 2019 года. Спортивная борьба была наколена до предела. Команды-призеры вырвали у соперников победу буквально на последних метрах от финиша. Все понравилось. Трасса идеальная. Вот я говорю, мне лыжница, но все, не получила удовольствие от этой гонки. 5 километров все мы бежали. Нормально. Ну, она говорит, быстро-быстрая гонка. В общем, всем доволен. Трасса хорошая, погода тоже. Основной задачей было побороть себя. Поэтому здесь важно было бороться с результатом. Первое место завоевала команда МВД России по Рязанской области. Вторыми стали сотрудники Рязанского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя. Третье место заняла команда Академии ФСИН России. Понятно, то есть у нас есть победители, сейчас будет награждение, но я считаю, выиграл каждый из вас, кто участвовал в этом турнире. Золотым призером первенства в личном зачете стал представитель МВД России по Рязанской области Дмитрий Мысев. Второй стала девушка Мария Именина, инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России по Рязанской области. Представители команд призеров и победители были награждены дипломами, ценными подарками и памятными кубками. Чемпионом России по кикбоксингу стал рязанский спортсмен Павел Авдолян. Он выступал в категории профессионалов. В упорном пятираундном бою он победил спортсмена из Подмосковья и завоевал чемпионский пояс. С чемпионом пообщалась Галина Кудряшова. Титул чемпиона России по кикбоксингу завоевал Павел Авдолян, рязанский спортсмен. Его бой был главным событием профессионального турнира «Рампэйдж». Никаких отборочных Павла пригласили лично, ведь пояс был вакантным. Это значит, что на него перестал претендовать предыдущий чемпион, поступив право молодым талантам. В юниорской сборной он зарекомендовал себя как сильный боец. Большинство боев он выиграл нокаутом. Это начиналось от первенства России. И он был победителем первенства мира, победителем первенства Европы. У нас один из таких титулованных спортсменов нашего вида спорта, кикбоксинга. Со своим соперником из Подмосковья Павел уже встречался и тоже победил. В этот раз матч длился 5 раундов по 3 минуты. Боксировали без защиты на голову и ноги. Ведь Павел выступал в категории профессионалы. На тренировках оттачивал коронные приемы и изучал слабости соперника. Слабая сторона, можно сказать, это как раз у него и нога. Потому что мало он защищался от этого удара, о кик. Очень много это пропускал. Руки были иногда не на месте. Так что этим я и пользовался. Это седьмой профессиональный бой Павла. Болеть за него на турнир приехали друзья и родственники. А подопечные смотрели матч в прямом эфире. Павел детский тренер спортшколы «Золотые купола». Ведет сразу несколько групп. Мы опять начинаем с лоу-гита. Лоу-гит отработали. Затем сразу перевод в корпус. И двойчик закачиваем. Именно ученики являются главной гордостью Павла. Свой 13-летний опыт кикбоксинга он старается передать на каждой тренировке. Любовь к воспитанникам отметили и на высоком уровне. Павел становился лучшим детским тренером Рязани. Павел Филович он хороший тренер и он всегда старается и добивается своей цели. Он много тренируется, я так считаю, иногда шутит. Он много заданий дает, например, интересных каких-то, заманчивых, с обманными ударами и все прочее. Те ошибки, которые ты допускал, чтобы они этого не допускали. Те фишки, которые у меня получали, чтобы у них так же получались. Но в основном работаю на них, чтобы у них все там получалось. Сейчас его главная задача стать отличным примером для своих учеников. Человеком, на которого стоит равняться. А также подготовить подрастающее поколение к чемпионатам по ЦФО и первенству России. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok